А теперь самая заметная и потенциально самая взрывоопасная тема этой недели. Константинопольский патриархат готов предоставить автокефалию церкви в Украине. Это решение можно назвать действительно историческим. Независимо от того, как оценивать саму вот такую активность Константинополя, позитивно или негативно, церковные отношения в Украине, да и во всем православном мире, неминуемо будут пересмотрены. И главный вопрос, как это отразится на жизни в нашей стране? Святовое православие, как написал его всесвятясь Варфоломий, это сузирия независимых и равных национальных церков. И, дорогие друзья, наконец, в этом сузирии засияет и наша украинская зерка. Решение о наденном автокефалии уже принято. Автокефалия – это часть нашей государственной, про-европейской и про-украинской стратегии, которую мы последовательно втягиваем в жизнь в последние четырех лет. И, наголошую, будем проводить и дальше. ТОМОС – это, фактически, еще один акт проголошения независимости Украины. Империя втрачает один из последних важливых влияния на свою колонию. Для нас властная церковь – это гарантия нашей духовной свободы. Это запорука суспольной злагоди. И я гарантирую, что государство Украина положит выбор тех, кто решит залиться в той церковной структуре, которая сохранит единство с Российской православной церковью. Но также гарантирую, что государство защитит права тех священников и мирян УПЦ Московского патриархата, которые добровольно решат выйти из-под Москвы, для того, чтобы вместе с другими православными творить единую украинскую православную поместную церковь. Эти слова президента указывают на то, как дальше могут развиваться события. В течение ближайших недель в Украине должен состояться объединительный архиерейский собор, в котором намерены участвовать ключевые фигуры Киевского патриархата и УАПЦ. Именно там могут выбрать главу, которому и предстоит получить формальное решение, то, что называется Томасом, от Константинополя. Для того, чтобы такой план осуществился, константинопольский патриарх Варфоломей попытался устранить главное препятствие. Снял анафемы, наложенные на Филарета и Макария, главу УАПЦ. И этим вызвал целую бурю эмоций, как в Украине, так и во всей православной церкви. Иерархи УПЦ и Московского патриархата ожидаемо заявили о незаконности такого решения Константинополя. Да и вообще отказались признавать распространение юрисдикции Константинополя на Украину. Свой ответ на все эти шаги обещают дать 15 октября, после запланированного в Минске Синода РПЦ. Скорее всего, ответ будет жестким. Там уже обвиняют Варфоломея в создании нового раскола православия. Но до 15 октября еще дожить нужно и пережить 14 октября. День, которому уже готовятся и украинские политики, и правоохранители, и сами служители церкви. Продолжение следует...